Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номер 151 из учебника математика 6 класс Веленкин-Джохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Запишите все правильные дроби со знаменателем 12, у которых числитель и знаменатель взаимно простые числа. Чтобы решить данное задание, нам нужно знать, какие числа называют взаимопростыми, что такое наибольший общий делитель чисел и, конечно же, какие дроби называются правильными. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Итак, а если ты уже это знаешь, тогда ты можешь решать вместе со мной дальше. Но кто первый раз слышит о наибольшем общем делителе или не представляет, что это и как его искать, все-таки я советую посмотреть для начала видео с теорией. Итак, для начала я скажу, что дробь, в которой числитель меньше знаменателя, называют правильной дробью. А также натуральное число называют взаимно простыми, натуральное число называют взаимно простыми, если их наибольший общий делитель равен единице. Итак, у нас по заданию дано все правильные дроби со знаменателем 12. То есть дробь будет правильной, если, еще раз повторюсь, числитель меньше знаменателя. То есть числителем у нас может быть любое число от 1 до 12, не включая 12. Чтобы дробь была правильной, потому что если будет 12, то это будет уже дробь неправильная. Хорошо. У которых числитель и знаменатель взаимопростые числа. Теперь давайте запишем делители числа 12. Итак, это будет 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Это делители числа 12, то есть делители нашего знаменателя. Теперь мы по очереди берем числитель и смотрим, есть ли у него делители общие с делителем числа 12. Итак, посмотрим. Значит, если мы возьмем единицу, то взаимопростыми они будут только с 12. Да, чтобы, точнее, только с 12. С 12, потому что с любым числом единица будет взаимопростым. Правильно? То есть мы можем сказать, что 1, 12, это будет 1 из дробей, да, потому что наибольший общий делитель числителя 1 и знаменателя 12 будет равен единице. Дальше, если мы возьмем числитель 2 и 12, то у нас есть общий делитель 2 и 2. 2 само на себя и 2 здесь есть, то есть это уже не будет взаимопростыми числами. Итак, мы перебираем, перебираем. 3, у 12 есть делитель такой, 3, 4, у 12 есть делитель 4, то есть не подходит, это уже не взаимопростые числа. Есть 5, такого делителя у знаменателя нету и 5, оно у нас не разлаживается ни на какие простые множители, поэтому оно простое число. Поэтому, так, давайте запишем сразу, что мы нашли. 1 и 12 у нас взаимопростые, да, числа. Также 5 и 12, у нас 5, да, и наши 12 будут взаимопростым. 6, 6 есть делителю 12, 6, поэтому взаимопростыми они не будут, да, наибольший общий их делитель будет равняться шестерке. 7, вот 7 будет, потому что общего делителя у них нет, 7 вообще не разлаживается, поэтому 7 и 12 взаимопростые. 8, 8 мы можем разложить на 4 и 2, а это также делители 12. 9 можем разложить на 3 и 3, это также делители 12, да, то есть и 9 и 12 есть делитель 3. 10, это 2 на 5, есть у нас такой делитель, делитель 2 и осталось 11, но 11 это простое число, оно не разложивается и здесь 11 нету, значит тоже будет взаимопростым с 12. И теперь смотря на вот это, мы можем с вами записать ответ, все правильные дроби со знаменателем 12, числитель вот это вот у нас будет, то есть мы запишем первая дробь, это у нас 1 12, потом 5 12, 7 12 и 11 12. То есть это будут все дроби, которые могут быть правильными со знаменателем 12 и у которых числитель и знаменателем взаимопростые числа. На этом задании мы выполнили, переходите по ссылке в описании на наш сайт и там вы можете решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляйте их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь, до следующего занятия.